Повезет, не повезет, пронесет, не пронесет. Это, если коротко, о результатах совместного рейда представителей регионального Минтранса, сотрудников транспортного управления и ГИБДД. Работу общественного транспорта проверяли на автовокзале. В ожидании автобуса из Москвы участники рейда отправились на парковку такси. Те, кто не успел, что называется, улизнуть со стоянки, не смогли предъявить пропуска, антисептики и маски. Кто-то пытался незаметно снять шашечки с автомобиля и предъявлял документы лишь после совместного штудирования правил дорожного движения с инспектором. Мы проверили несколько автомашин, расположенных на улице. На них имеется цитографическая схема легковых такси, но разрешения на перевозку деятельности у некоторых владельцев транспортных средств нет. В соответствии с этим, на владельцев транспортных средств эксплуатирующих данные автомашины будут составлены административные материалы, заданные право нарушения. Это штрафы? Информация, да, это будут административные штрафы. А какие нарушения? Эксплуатация транспортных средств уничтожена цитографической схемой без разрешения в качестве работы такси. И в дальнейшем сейчас будем рассмотреть вопрос, у кого есть антисептические средства, средства личной защиты, а также разрешение работать в данном направлении. К нам поступали жалобы от пассажиров такси, что водители не соблюдают правила, они обязаны быть в масках, обязаны иметь необходимые дезинфицирующие средства, обязаны иметь соответствующие пропуска, потому что они осуществляют трудовую деятельность. В данном случае мы уже составили два протокола по части 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В данном случае на основании этих протоколов суд будет принимать решение, виновен человек либо нет, и соответственно о мере наказания. Там достаточно серьезные санкции для физических лиц, это от предупреждения до 30 тысяч рублей. Это в том случае, если нету тяжелых последствий. Если по вине таких нерадивых водителей такси кто-то заболеет, кто-то умрет, там будет уже уголовная ответственность или другая более жесткая административность. Тем временем к автовокзалу подъехал большой автобус из столицы, пассажиров в нем оказалось не больше десяти. В норме у них была лишь температура. Многие доставали маски из карманов по ходу проверки. Уведомлений о необходимости соблюдать режим самоизоляции путешественникам выданы тоже не были. А маска ваша где? Материал была в Балашове или как-то проект. Ну вы вышли без маски сейчас были? Она просто у меня была в кармане. Каждый день в Саратов из столицы прибывают три автобуса из Москвы. Это в среднем 80 человек, на поездах около 500, на самолетах по 60-90. Что касается самоизоляции, это уже вопрос самодисциплины и сознательности каждого. Мы сегодня увидели, что не все прибывшие получили в пути следования необходимые уведомления о необходимости проведения самоизоляции. Поэтому мы сейчас будем принимать меры к данному перевозчику, для того, чтобы такая ситуация не повторилась. Водители в масках, это хорошо. Необходимые средства дезинфекции у них имеются. Пассажиры практически все имеют при себе маски. Я думаю, что они воспользуются и очень надеюсь, что они пользовались ими в пути следования, хотя не уверен в этом. Буквально через час после рейда читатели и АВЗГЛЯД.Инфо прислали в редакцию такие снимки, сделанные на улице Степана Разина. Сразу же стало понятно удивление одного из участников рейда о том, куда же делись три десятка пассажиров автобуса. Предположительно, они вышли из него за углом, чтобы не встречаться с проверяющими. Маска едва различима на одном из пассажиров. Да и в самоизоляцию с такими тюками они явно не спешат. В областном Минтрансе так прокомментировали эту ситуацию. Это тот же самый автобус Диана Тур, который первый приходил на автовокзал. Со слов водителя речь идет о выгрузке багажа пассажиров, которые якобы следовали этим рейсам. А мотивация его о том, что им так удобнее перегрузить свой багаж в машины друзей, родственников, свои собственные. Поэтому здесь будет проводиться проверка, она займет какое-то время, и не нами, а федеральными структурами, на предмет этой ситуации. Потому что если речь идет о грузах и посылках, то это запрещено законодательством. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова